Когда мой гость говорит, появляются ангелы с частями тела в руках. Два человека видели, как ангел дал женщине новое сердце. И это чудо было подтверждено медиками. Сверхъестественная помощь Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно!» Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость сегодня Брюс Аллен. Брюс, я вам просто завидую. У вас была встреча со сверхъестественным. К вам пришла женщина с больным сердцем, а затем появился ангел и дал ей сердце. Вы это увидите. Она увидела это. А еще это было подтверждено медиками. Но знаете что? Так оно и должно было быть. Это нормально. Я беру интервью Брюса сейчас, потому что у него было откровение, что мы присутствовали при утре седьмого дня. Что это за седьмой день? И что это за утро седьмого дня? Если вы читали Библию, то вы в курсе, что с того дня, как Иисус вступил на землю, мы можем отправиться на четыре тысячи лет назад, во времена Адама. Точно. Во втором послании Петра, третьей главе, восьмом стихе написано, «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Основываясь на священном писании, мы можем отправиться от времен Адама до рубежа двадцатого и двадцать первого столетий. И получится целых шесть тысяч лет, или же шесть дней. Вот почему мы, церковь и весь мир, находимся согласно пророчеству на заре утра седьмого дня. Это день сильного откровения. Это день, когда нас посетят ангелы и сам Господь. Это день знамений, чудес и удивительных событий, таких, как чудеса сотворения, каких мы еще никогда не видели, и таких великих чудес, каких мы еще никогда не знали. Мне нравится, когда выполняются все заветные обещания, но лучше бы все происходило быстрее. Мне так больше нравится. Знаете, я ведь из поколения Макдональдс. Я люблю, чтобы все было побыстрее. Но позвольте задать вам несколько вопросов. С вами произошло одно из заветных пророчеств, которые можно увидеть в Библии, когда люди переносятся из одного места в другое, причем довольно быстро. Расскажите мне о том, как вы были перенесены, и что происходило с вашим телом, и как такое вообще возможно. Ведь наверняка наши зрители думают, что это невероятно. Когда я изучал Слово Божие, я понял, что Дух Святой вызвал меня. Может ли человек быть перенесен благодаря вере? В Послании к евреям, 11 главе, говорится о том, что верой Енох переселен был. Именно это и есть библейское превосходство. И вот я учился и познавал Господа в молитве и соблюдая посты. Изучая это, я нашел имена шести месяцев и рассказал об этом моему другу Джону. Мы были тогда в Сиэтле. Я жил в Споконе, это примерно 300 миль на машине. Я сказал, давай верить в это. Давай просто верить, что Бог собирается перенести всех нас в Спокон. Обычно до него можно доехать за пять с половиной часов. Превысив скорость, можно сделать это за четыре часа. Мы молились в согласии, благословляли Бога и приехали в Спокон менее чем за два часа. Не будет проблем с бензином, если все так будет происходить. Я понимаю, о чем говорит Брюс, потому что со мной произошел похожий случай. Но то, что произошло с ним, куда больше похоже на переселение с одного географического места в другое. И на этой фотографии вы ведь сказали вашему другу, который был фотографом, прийти туда. Почему вы хотели, чтобы он сделал фотографии? У меня было помазание. Я просто знал сердцем, что в том месте должно было произойти нечто сверхъестественное. Это несомненно, потому что я вижу, что вы проповедовали и стали прозрачным. А еще я вижу столб, облако, то ли огненный столб, то ли облако над вами. Что же произошло, когда вы стали прозрачным, когда вы проповедовали? Это случилось, как только я начал службу, я был, как это описывает Библия, обрезан в духе. Я был поднят над землей и пролетал над Восточной Европой. Была ночь. Я посмотрел вниз и увидел очертания каких-то стран. Я спросил Господа, Господь, это Литва или Латвия? Он сказал, Латвия. Затем он сказал мне, что сейчас мы начнем спускаться через облака. Мы спустились, и я увидел в том городе один многоквартирный дом. Во всех окнах там горел свет. Мы прошли сквозь крышу, и я остановился перед квартирой номер 212 и услышал чей-то плач изнутри. Вообще-то это были настоящие рыдания. Мое сердце жалилось, а я понял, для чего я оказался там. Я открыл дверь, вошел и пошел в спальню. Там была маленькая девочка лет восьми. Ее звали Наталья. Я спросил, почему она плачет. Оказалось, что она плакала, потому что ее родители не могли найти работу. И у них не было больше еды, у них не было во что одеться. Это было очень ужасно. Она переживала и плакала. Именно поэтому... Но подождите, она ведь не говорила по-английски. Как вы ее поняли? Как она вас поняла? Точно, это было сверхъестественно. Я не понимаю, как это произошло. Мы просто говорили. Между собой говорили не наши сердца или мысли. Мы общались, как обычные люди. Конечно же, этому поспособствовал Господь. И что вы ей сказали? Я утешил ее. Я помолился вместе с ней и пообещал, что Бог позаботится об этих людях. Когда же это закончилось, я снова перенесся назад туда, где я был до этого. Очевидно, все это время я читал проповедь. Я не помню, что произошло тогда, потому что то, что я испытал, было куда более осязаемо, чем моя проповедь. Это было более реально. То есть вы словно были одновременно в двух местах. Да, совершенно верно. Описываются ли подобные случаи в Библии? В Библии говорится, что Бог посадил всех христиан, всех нас с собой на небесах. То есть, согласно Слову Божьему, мы сейчас находимся и тут, и там. Мы находимся в двух местах. В христианском мире люди никогда не научатся тренировать свои чувства, духовные чувства, чтобы быть в состоянии взаимодействовать с царством сверхъестественного, так же, как мы это делаем в царстве естественного. Но если бы мы смогли этому научиться, царство сверхъестественного стало бы для нас более реальным. Вам это кажется ошеломительным? Подождите еще немного и услышите еще одну историю, произошедшую в Ирландии. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Когда Иисус молился о том, что все будут едины, было только две группы людей — евреи и язычники. Они были равноценны. Две тысячи лет спустя его молитва еще не исполнилась. Целью Бога с самого начала было сделать все народы едиными в Иешуа, Мессии, Христе, чтобы разрушить стену, разделяющую иудеев и язычников. Мир может поверить, что Иешуа является Мессией и Господом всех людей. Когда духовная ДНК евреев смешается с ДНК христиан Нового Завета, начнется то, что апостол Павел назвал «жизнью из мертвых». На сайте Сидорота вы найдете статьи на самые актуальные темы и учения о новом человеке. Зайдите на наш сайт прямо сегодня. sidrot.org Это сверхъестественно. Здравствуйте, с вами Сидорота и Брюс Аллен. Во время нашей рекламной паузы Брюс рассказал мне, что ангелы постоянно являются нам и делают потрясающие вещи. Расскажите снова о том, что произошло в Ирландии. Это было в Балфасте, в Северной Ирландии, около четырех лет назад. Там проходила подготовка руководителей миссии. Вошла эта женщина. Я звали Шерон Моррисон. Мы говорили о праве христиан по рождению, чтобы быть в состоянии ясно увидеть царство духов. Она немного колебалась, но когда она подошла для молитвы, она подошла и попросила молитву для ее сердца. Она сказала, вот уже много лет меня мучает болезнь сердца. Я постоянно принимаю лекарства. Я не хочу исцелить сердце. Я не хочу, чтобы его ремонтировали. Я хочу новое сердце. Я сказал, хорошо, Бог может это сделать. Я побеседовал с Господом где-то минуту, спросил, как надо молиться, и краем своего правого глаза увидел, что в комнату вошел ангел, и в руках у него было блюдо, серебряное блюдо, и на нем билось совершенно новое сердце. Она увидела, что я смотрю направо, и тоже посмотрела туда. Она испугалась, но страх этот был благочестивым. Ее глаза стали большими, как блюдце. Она их плотно закрыла, а я начал смеяться. Я сказал, ах, вы тоже его видели. Но она не ответила. Ангел подошел и встал между нами так, что мне пришлось сделать шаг назад. Он взял блюдо, потом взял сердце и положил его ей в грудь. И она потом рассказывала, что почувствовала его руку. Ее сердце остановилось на один удар, и она почувствовала, что оно движется, потому что она немного сжалась. Затем я увидел, как ангел дотрагивается до ее живота, и понял, что она не сказала мне еще кое о чем. Он исцелил заодно ее брюшную полость. Как вы об этом узнали? Она рассказала мне об этом позже. Я лишь видел, что происходит. После того, что произошло, она не сказала ни слова. Я сказал, нам не надо молиться, ведь мы видели деяние Господне. Она сказала, да, и села. В тот вечер она пошла домой и выбросила все лекарства от боли в сердце. Затем приготовила то, что не могла есть в течение многих лет из-за своих проблем со здоровьем. Она крепко спала в первый раз за последние годы. Когда она пошла к врачу, чтобы тот сделал регулярный осмотр сердца, врач был поражен. Он сказал, что произошло? Ваше сердце как новое. И она рассказала врачу, что произошло, и у врача чуть не случилась остановка сердца. Он спросил, не было ли у вас симптома отмены. Она сказала, нет. Врач только развел руками и сказал, что бы вы ни делали, продолжайте это делать. И часто вы видели, чтобы люди получали новые части тела? Да. Что произошло в Сингапуре? Все было немного по-другому. Мы помогали одной церкви, и там была женщина, что пригласила нас помочь этой молодой группе. После того, как мы провели службу для молодежи и помолились за них, она сказала, мне тоже нужна молитва, но не могу сказать для чего. От своего знакомого я знал, в чем дело, но все же спросил Господа, что ты хочешь, чтобы я сделал? Он сказал, я хочу, чтобы ты взял меч Духа и проткнул ее сердце. Это звучит немного странно. Это похоже на пророчество. Это и было пророчеством. Когда он говорит подобное, значит, так и нужно делать. Человеку это кажется глупым. Слушайте, но ведь у вас были такие впечатляющие результаты. Что было дальше? Я это сделал. Когда я это сделал, она упала, а Божья сила коснулась ее тела, что вызвало в нем небольшую циркуляцию. Она упала. Когда она встала, сказала, я совершенно здорова. Это просто супер. После этого я через своего друга узнал, что у нее прошел рак мозга. Вот что у нее было. Это феноменально. Давайте теперь поговорим о седьмом дне, в которой свершается обещание. Когда я думаю о седьмом дне или шабате, первое, что приходит мне на ум, это отдых. Что же это значит для нас? Неужели мы войдем в утро отдохновения? Рад, что вы спросили об этом. День отдохновения — это день, когда мы закончим свою работу так же, как Бог закончил свою. Так считают евреи. Но кроме того, мы научимся руководствоваться духом и перестанем жить по какой-либо программе или формуле, поскольку такая жизнь может привести к застою и обращению к колдовству. Но чаще всего люди просто погрязают в такой жизни. Но если мы научимся отдыхать, делая все, что Он сказал, когда Он сказал и как Он сказал, мы увидим, что все эти обещания вскоре исполнятся, и мы увидим величайшие чудеса сотворения, увидим знамения, и множество удивительных вещей. Именно так исполняются Божьи обещания. Это похоже на то, словно Мессия снова и снова повторяет «Не бойся» или «Живи в покое». Это сверхъестественно. Я недавно говорил об этом. Где-то есть сверхъестественное место под названием «покой», и мы можем отправиться в это место. Не связано ли это с утром седьмого дня, о котором вы говорили. Может быть, это одно и то же? Поделитесь, Брюс. Разумеется, это одна из его сторон. Отдых и покой — это немного разные вещи, но в целом это именно то, о чем говорит Бог. Чем больше вы кому-то доверяете, тем больше этот человек для вас связан с отдыхом и покоем. Седьмой день связан с величайшим откровением, с познанием Бога. Вещи из этой жизни просто потеряют свой цвет по сравнению с тем, когда вы увидите Бога. Когда же вы увидите, что Он приготовил для нас в том царстве, люди покажутся вам просто глупцами. Вы не будете волноваться о приятных людях. Вы не будете волноваться о репутации. Вы поступите так, потому что любите Бога, потому что у вас будет Его внимание. Оно будет у вас абсолютным. В Библии сказано, что Бог сказал, «Еще раз поколеблю землю». Как бы прочно вы ни стояли, когда она поколеблется, вы упадете. Те же, кто войдет в утро седьмого дня отдохновения, окажутся в состоянии эйфории и смогут пообщаться с Богом. Я бы хотел быть именно в этом месте. А вы хотели бы этого? Да, это бастион покоя. Мне нравится говорить об этом людям. Самое худшее, что может сделать мир, это угрожать нам небесами. Но небеса — это настоящая победа. Это наше место покоя. Небеса — это наш дом. Вы готовы победить? Я тоже. Оставайтесь с нами. Вам предстоит многое выяснить. Я собираюсь попросить Брюса помолиться за вас, когда мы вернемся после рекламной паузы. Это сверхъестественно. Сидрот нашел ключ к всемирному пробуждению. Настало время, когда любовь Божия достигнет его народа. Мессия Иисус разрушил стену, разделявшую иудеев и язычников, и теперь они станут одним новым человеком. Бог выбрал путь к сердцам иудеев через чудеса и знамения. На нашем сайте вы сможете найти все, что вам понадобится, чтобы ориентироваться в мире чудес и знамений, чтобы понять Израиль и узнать о еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. С вами Сидрот и Брюс Аллен. Брюс, расскажите мне о том, я уверен, с вами это часто случалось, как вас переносило на небеса, и вы видели кого-то, кого знали. Да, Сид, это было очень необычно. Я долго молился и благословлял Бога, и тут внезапно я оказался на небесах, в раю. Там царил большой переполох. Не знаю, как это описать. Это было похоже на предрождественскую суету в магазинах. И тут внезапно там царила такая суета, как это бывает перед праздником или каким-нибудь событием, потому что все должно быть там в порядке. И так там была большая суета. Да. И тут ко мне подошла моя тетя, которая умерла за семь лет до этого. Она была очень взволнована. Она сказала, Брюс, я так взволнована. Я спросил, из-за чего? Она сказала, приготовление к праздничному ужину Агнца почти подошли к концу. Небеса буквально жужжат от новостей. Все взволнованы, потому что скоро наступит кульминация. Да и не только поэтому. Вскоре многие люди с Земли посетят небеса, чтобы получить доказательство того, что люди должны быть готовы, потому что вскоре он вернется. Это свидетельство моей тети было большим ободрением для меня. Знаете, эту новость о том, что он вскоре вернется, я слышал от многих людей. Необычайно то, что даже дети приносят такую новость. Да, в Сингапуре на одной из наших встреч, где мы рассказывали о праве христиан по рождению, была маленькая девочка. У нее было откровение, и она побывала в раю. Тогда же, когда я увидел в небесах мою тетю, я увидел там и эту маленькую девочку. Ей было 8 лет, и она появилась слева от меня. Она посмотрела на меня, помахала и улыбнулась. Затем схватила за руку Иисуса и куда-то с ним ушла. Через год, Сид, я вернулся в Сингапур. Я ужинал с ее бабушкой. И так получилось, что эта девочка оказалась там. Она сказала, я видела тебя на небесах. Ты разговаривал там со своей тетей. Так она и сказала. Она это знала. Это вас наверняка ошеломило. Но почитайте книгу «Откровения», почитайте о тех видениях, что были у людей, что были у Павла. А расскажите мне о той конгрегации в Малайзии. Что интересного происходило там? Когда я встретил мою тетю, я увидел ангела справа от себя на небесах с чем-то похожим на свиток с Торой. Но я понял, что это был манифест. Он был ангелом, который был руководящей фигурой и имел авторитет над всеми ресурсами небес, которые Бог отвел этому поколению. Я проповедовал в церкви в Куала-Лампур, а они участвовали в программе по строительству новой церкви. И пока я проповедовал... Кстати, полезно быть знакомым с таким ангелом. Да, все-таки он ведает всеми ресурсами для этого поколения. Он появился на той встрече. Я увидел его и начал пророчествовать, что нам, верующим, будет дан этот манифест, как нам воплотить все в жизнь. Мы говорили об этом с верой в голосе, и это тут же случилось. Пока мы пророчествовали, люди фотографировали, потому что камера может многое зафиксировать, и у них получились снимки этого свитка. Он был там же, где я видел ангела. Не нужно и говорить, что меня это очень взволновало. Одно дело, когда у тебя бывают видения, другие люди тебе верят, но Бог дал веское доказательство. Это просто удивительно. Это еврейский манускрипт. И что же произошло на конгрегации через год? Они построили эту церковь. Не знаю точно, год прошел или два, но они построили церковь. Бог своими сверхъестественными способностями дал бы им эти ресурсы в соответствии с их потребностями. Иногда на банковском счету ничего нет. Если бы там были деньги, это было бы известно. Иногда не знаешь, почему так случается. В другой раз люди дают много денег. Они построили церковь очень быстро, не влезая в долги. И после осталось еще много денег. Теперь расскажите, показал ли вам Бог то, что случится с Израилем? Я очень волнуюсь за Израиль. Могу себе представить. Потому что там находятся стратегические силы Бога. Это святая земля, и мы накануне того, чтобы пожать урожай еврейской паствы и ввести их в Царство Божие. Они вскоре начнут осознавать, что Мессия уже явился нам. Когда Иисус явится перед ними, это произойдет благодаря сверхъестественным силам. Бог показал мне, что это будет сверхъестественное событие. И я почувствовал своим духом, что вскоре многие там увидят и переживут знамения и удивительные чудеса сотворения. Израиль обязательно покается. Это будет вскоре. Это почти наступило. Не хочу вкладывать эти слова в ваши уста, но это будет настоящий сверхъестественный взрыв Божьей силы. И начнется все в Израиле. Этот взрыв снова придет, и из Израиля найдет отклик во всем мире. Это начнется на святой земле. Точно. Церковь началась с верующих в Израиле. Мы увидим наивысшую точку, кульминацию, выполнение слов седьмого дня. Каждое слово, которое он говорил Израилю, церкви, первой церкви, исполнится и начнется все в Израиле, а потом пройдет по всему миру. Мы вскоре это увидим. Пока вы говорили, наверняка многие люди воспряли духом. Я уверен в этом. Да, такое часто случалось, когда мы рассказывали о правде, принадлежащей каждому верующему, а не какой-то мистической группе людей. Я пообещал нашим зрителям, что вы помолитесь за них. Не могли бы вы это сделать сейчас? Я буду рад это сделать. Господи, я молю Тебя сейчас ради всех людей, что слышат звук моего голоса. Господи, я молю Тебя, чтобы они осознали свое право первородства, чтобы они смогли увидеть Царство Духа и войти в Него. Так же, как Иисус сказал, «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего». Так верующий может сделать то, что сделал Иисус. Как сказано в Евангелии от Иоанна, 14 главе, что это наше право по рождению. Поэтому, Отец, я молюсь, чтобы люди поняли это и освободились, и благодарю Тебя, Отец. Даже сейчас глаза людей открыты, они начинают видеть. Я приказываю глазам и ушам открыться, а сердцам понять волю Божию прямо сейчас во имя Иисуса. Не знаю, как вы, а я действительно ощущаю присутствие. Это похоже на покров. Вообще-то, когда вы молитесь для людей, они получают покров для новых помазаний. Я понимаю, мы видели подобные случаи. Мне кажется, их было три или четыре. Я видел ангела, пришедшего с новым покровом. Мне приходится выманивать их из комфортных условий. Они обычно встают и надевают покров на человека пророческим жестом. Вот так. Что такое покров может значить для человека? Это говорит об их истине, о том, что они взывали и получили дар присутствия Божьего в их жизни. Это означает, что заветные обещания будут исполнены. Большинство христиан не понимают, что, как у истинных верующих, у них есть полномочия взывать к Богу. Многие из них настаивают на своем и просто ждут возвращения. Послушайте, когда люди читают вашу книгу, Брюс, это помогает им приводить в действие свою веру, чтобы начать продвигаться к седьмому дню, где осуществятся все обещания Бога. Но вы слышали, как Брюс говорил о празднике для евреев. Вот почему на небесах сейчас вовсю идет подготовка к этому празднику. Теперь я хочу спросить вас, есть ли у вас приглашение на этот праздник? Я лично хочу пригласить вас на него. Но для этого вы должны раскаяться в своих грехах, поверить, что Иисус умер ради вас, и его кровь омоет все ваши грехи, и вы очиститесь и станете для Бога невинной душой. Вы очиститесь. В Библии говорится, вы станете благочестивым. Для Иисуса вы благочестивы. Поймите это прямо сейчас. Скажите, Иисус, ты мой Господь, я раскаиваюсь, я отворачиваюсь от своих грехов, я буду вести лучшую жизнь во имя Иисуса Христа моего, Господа, и прошу тебя, мой Бог, войди в меня, стань моим Господином, Иисус, прямо сейчас я отдаю тебе всю свою жизнь. На следующей неделе в программе «Это сверхъестественно». У моей гости есть сверхъестественный дар уверять, который точно убедит вас, какая удивительная Божья сила находится в вас и ждет освобождения. Вы поймете, как получить доступ к сверхъестественной силе. Субтитры создавал DimaTorzok